Жители советского района вновь оказались заложниками большой воды. Мост через реку Немду закрыли для автомобильного транспорта. В решении этого и других вопросов местные власти попросили помощи у депутатов законодательного собрания. Выездное заседание профильного комитета ОЗС прошло в Советске. Валентина Палкина расскажет подробнее. Каждую весну река Немда разливается настолько, что жителям нескольких деревень советского района приходится добираться на работу и в школу на лодке. Конечно, есть объездная дорога, но это 40 километров только в одну сторону. К нуждающимся могут не успеть спасатели или медики. Так несколько лет назад полностью выгорела деревня Журавли. Нынешний осенний поводок снова отрезал жителей заречной части от большой земли. Ходить по мосту пока можно, а вот ездить уже нельзя. Бетонные плиты удерживают настил, чтобы его не смыло. Районные власти с трудом находят деньги для строительства временного моста, а о капитальном даже и не мечтают. Идеальный вариант, считают в администрации, на железобетонных опорах с деревянным настилом. Цена вопроса 35 миллионов. Но подобные проблемы с переправой в нескольких районах области. Я бы хотел, Георгий Алексеевич, все-таки свои мысли высказать по тому поводу, как здесь нам, в течение какого времени, допустим, если это вот начать, принять решение, значит, три года, четыре года, какой период может сделать? С точки зрения вот здесь целесообразности, то есть, если область будет участвовать, допустим, вот в таком, а почему, допустим, у меня вот вопрос, а почему не там, почему здесь, допустим. То есть, здесь в данном случае району необходимо, наверное, ну, очень сильно обосновываться. То есть, надо понимать, а что здесь будет ехать вообще по этому мосту и сколько. То есть, какие грузы будут возиться. Одно дело, я понимаю, что в Конституции закреплено право там свободы перемещения. Это одно. Но сегодня в Конституции не написано, к сожалению, за источники, за счет чего это все надо создавать. В Заречной части несколько сельхозпредприятий. Могло быть и больше, земли есть. Есть возможность выделить около 500 гектаров под индивидуальное жилищное строительство. Но без хорошего моста эти планы не осуществить. Рекомендовать правительству Кировской области осмотреть возможность выделения бюджетных осигнований на проектирование и строительство моста через реку Немда, я не знаю, в каком году. Наверное, уже не указывать пока, да? Еще одна многолетняя проблема. В Советской не могут качественно ремонтировать и содержать участок дороги на улице строителей, который расположен на региональной трассе. У нас получается протяженность общая всех городских дорог больше, чем 72 километра. И все эти дороги, понятно, что мы должны содержать в исправном состоянии, систематически чистить, ну и, конечно, ремонтировать. Бюджет нашего города является бездотационным на протяжении последних лет. Мы не получаем дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Но это не говорит о том, что собственных доходов нам достаточно на обеспечение жизнедеятельности города в полном объеме. Мы уже неоднократно судились с прокуратурой. Понятно, что прокуратура выигрывала и обязывала нас привести эту дорогу в соответствии с требованиями ГОСТ, несмотря на то, что денежных средств у нас для этого недостаточно. Ремонт и содержание трех километров улицы строителей требует каждый год около 5 миллионов рублей. При городском бюджете в 23 миллиона. В 2010 году и в 2011 году из областного бюджета доводились дотации, предоставлялись городу Советскому в качестве компенсации на содержание вот этого транзитного участка. Там, правда, суммы были не такие большие, порядка на уровне 600 тысяч, но они складывались из расчета фактического норматива для региональных дорог. Правительство пока отложило вопрос о приемке в областную собственность участка дороги в Советске. Но проблема эта характерна для многих городов. И депутаты ЗАГС Собрания рекомендуют проработать вопрос о передаче на баланс региона всех транзитных участков дорог в области. Еще одну судебную тяжбу ведет администрация района. Департамент дорожного хозяйства передал подъезд к Чимбулатскому карьеру в муниципальную собственность. Районные власти акты приемки передачи подписывать не стали. Этот участок находится, согласно актов ГИБДД, в неисправном состоянии. По смете на 1 февраля 2012 года на приведение в нормативное состояние необходимо 14 миллионов 650 тысяч рублей. Депутаты с доводами главы районной администрации согласились и рекомендовали правительству привести дорогу в надлежащее состояние и только тогда передавать в собственность района. Валентина Палкина, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область. Валентина Палкина, Вести, Кировская область.